Всю жизнь играем в куклы. Выставка под таким названием прошла в музее имени Алабина. 300 мастеров со всей России приехали показать своих эльфов, принцесс, зайчиков и мишек. Игрушки дизайнера Ольги Жариной уже не первый раз участвуют в подобных выставках. Игрушка сама обычно диктует свой образ, свой характер. Там буквально это выстраивается уже, когда нарисуюсь ему лицо. Вот поставишь глаза и нос на определенное место, уши, ниже, уши, выше. Уже меняется выражение мордочки. И в зависимости от этого уже появляется характер. На выставке можно было не только увидеть характерные игрушки, но и научиться их делать. Михаил Косачев из Кирова создавал оловянных солдатиков прямо на глазах у посетителей. Попалась статья, которая грузила топ-10 самых дорогих мужских клубов в мире. Я подумал, надо с чего начать, начать читать, смотреть. И вот там 5-6 место, где-то была как раз тема оловянных солдатиков, то есть и коллекционирование, и изготовление. Для того, чтобы создать маленького воина, нужно сначала обработать специальную форму тальком, чтобы воздух не попал в залитый металл. Тальк забивает микропоры в ней, и как бы не должен... То есть солдатик, к слову, а многие, которые из сказки, он получился не потому, что металла не хватило, а потому, что просто была нарушена технология, и там образовалась так называемая воздушная пробка. После обработки тальком две части формы соединяют вместе и надежно скрепляют между собой. К этому времени сплав из олова уже растопился. Его заливают внутрь формы. Через 7 минут металл застывает. Теперь можно доставать фигурку. Открываете, как на разрыв, и посмотрите, вот наш боец. Причем обращаем внимание, что у нас помимо сопла солдатика отлилась еще вот этот так называемый летник. Летник удаляют при помощи кусачек и переходят к самой кропотливой части работы – шлифовке. Это занимает около 10 минут. После чего оловянный солдатик готов к покраске. У меня появился вот такой маленький защитник-стрелок размером в 28 миллиметров. Это стандартный размер пехотинца. Размер всадников составляет около 40 миллиметров. Такие нормы появились в 18 веке, когда оловянные бойцы вышли в массовое производство. Коллекционеры придерживаются их и сейчас. Елизавета Прокопенкова, Игорь Казановский. События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова